Как только тушится свет, может случиться все что угодно. Вот эту версию все знают! Они просто не смогли договориться! Вот так! Муниципальный театр ставит спектакль для мыслящего зрителя. Мы ждем году по мотивам пьесы Сэмуэля Беккета. Впервые наш театр берется за столь метафоричного автора. И в диалогах персонажей, и в том, как спектакль сделан, есть такие квесты, головоломки. Их, они раскиданы от начала и до конца. Во-вторых, он идет в два действия. Мы уже лет, наверное, так и так 15 не делали спектакли, которые идут больше полутора часа. Этот спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом. Изначально, когда мы только подбирались уже к тому, чтобы спектакль был целиком, у нас было, мне кажется, часа 4, если не больше. Спектакль мы ждем году. Путешествие по жизни двух героев-бродяг, Эстрагона и Владимира. Починив себя единственной идеей ожидания. Они упускают день за днем. Режиссер спектакля из династии театральных режиссеров Леоновых. Илья – студент 2-го курса ГИТИСа. Мне какой материал нравится, с тем я и работаю материалом. Гораздо сложнее пьесы Чехова. Мне хочется все его пьесы поставить. Мне хочется все неизвестные пьесы Шекспира поставить. «Креолан» и «Зимняя сказка», которые мало кто за них брался. Мне они очень нравятся. Но это такая глубина, до которой... Это безумно сложно. Это нужно иметь какие-то решения. Это нужно иметь у себя более богатый инструментарий. И быть более подготовленным для того, чтобы взяться за это. Потому что не хочется делать что-то вторичное. Хочется делать что-то совершенно новое, непривычное. Если у Александра Качеляна Дмитриевна у них есть какие-то похожие сходства к репетиции, к подходу. Там выстраиваны мизанцены. У Илюши абсолютно все по-другому. Это новое. Он дает волю какой-то импровизации тебе. Ну, импровизировать можно в его рамках. Он очень тонко подходит к материалу, к актерам, к моменту репетиции. У него все по-другому. Они совершенно разные. Вот как режиссеры, это небо и земля. Стиль, модерн, а вот с жанром сложнее. По замыслу самого Беккета, театр абсурда. По мысли Леонова, трагиссюр. Новое слово для театра вообще. Трагиссюр? Барс назвать тоже нельзя, потому что тут очень есть большое сюрреалистическое начало, смесь реальности, сна, чего-то совершенно неземного. Звуки времени в движении. Часы всех мастей, которые собирали у жителей Ивантеевки, появятся только во втором акте. Как и где, не раскрываем интригу. Театр благодарит всех, кто помог. Я тебе скажу, что, между прочим, тебя вообще никто не узнает. Меня не узнает. Для режиссера на этот раз места на сцене не нашлось. В спектакле задействован костяк молодежной театральной труппы. Пять главных исполнителей и семь вспомогательных персонажей. Задумкой режиссера актеры прониклись. Ну, наверное, самое главное для меня открылось, что нельзя сидеть на одном месте, ничего не делать. То есть мы творцы сами в своей жизни и сами мы толкаем себя туда, куда мы хотим. Ждем и надеемся на то, что сейчас все само у нас придет и у нас изменится наша жизнь. Нет, такого не бывает. Но мы почему-то все время ждем, ждем, ждем и ждем. Потому что не нужно ждать, нужно действовать, идти вперед дальше самому. Правда. Не меняемся только мы с тобой. В этом спектакле говорит и сама тишина. А жизнь пролетает, как кино, со странными персонажами. Кадры из фильма мелькают на простыне. Она же экран, она же указывает на выход. Из какой ситуации и куда? Ну, вот видите, там выход написано. Это выход. Куда? Ну, я понятия не имею, куда он идет. Я же ее не открывал. На закрытку. Веса, на мой взгляд, все равно оставляет некоторые вопросы, которые ты выносишь уже из зала и думаешь, размышляешь, и приходишь каким-то своим, своим ответом на эти вопросы. Все ли ее поймут, все ли ее оценят. Это рискованно. Премьера спектакля состоится на сцене Культурно-досугового центра Первомайский 31 октября. Последующие спектакли 9, 14, 16 и 22 ноября в 19 часов. Время неизменно. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости города.